Уважаемые коллеги, тема сегодняшней пресс-конференции – развитие жилищной инфраструктуры. Необходимо отметить, что одним из направлений новой экономической политики Нур-Лыжол является укрепление жилищной инфраструктуры. Это строительство жилья и модернизация жилищно-коммуникационного хозяйства, коммунального хозяйства. На сегодняшний день правительством Республики Казахстан принимаются системные меры по реализации данного направления. Сейчас более подробно о ходе данной работы нам расскажет наш гость, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Хайрбек Адбаевич Ускимбаев. Здравствуйте, уважаемые господа журналисты. Я бы хотел коротко сказать... Вы знаете, что жилищное строительство системно начало государство заниматься с 2012 года. С 2012 года была введена в действие программа «Доступное жилье». С момента начала реализации данной программы в целом по стране было введено в эксплуатацию 26,6 миллионов квадратных метров жилья. Из них за счет государственных средств чуть больше 2 миллионов. Остальные объемы строительства были выполнены индивидуальными жилищными строительствами или же крупными строительными компаниями. Я бы хотел сказать, что за 8 месяцев в 2014 году нами было построено 7,5 миллионов квадратных метров жилья при плане 6,9. На этот год план в соответствии с программой состоит 7,1 миллиона квадратных метров. Мы сегодня за 8 месяцев сдали 5,6 миллионов квадратных метров. Это 79% к плану. Оставшиеся 1,5 миллиона, я думаю, что до конца года мы выполним. Инвестиции за 8 месяцев были привлечены в строительную отрасль 455,5 миллиардов тенге. Это 115% к показателям 2014 года. Я хотел сказать, что в рамках реализации программы «Доступное жилье» по следующим направлениям мы работу ведем. Это строительство жилья для очередников, жилье для всех категорий населения по линии Жилстроя Сбербанка, жилье по линии акционерного общества «Байтерек» в рамках реализации программы «Нерлужол», жилье, которое строится по линии фонда недвижимости «Саморубка-казна» и отдельное жилье для молодых семей. В рамках арендного жилья по двум направлениям мы работаем. Это, в первую очередь, жилье для очередников местных исполнительных органов и жилье для молодых семей. Мы планируем в этом году построить 115 тысяч квадратных метров жилья. 101 тысяча квадратных метров жилья уже введено в эксплуатацию. Это 88% к плану. И до конца года оставшиеся объемы будут сданы. Арендное жилье для очередников по линии местных исполнительных органов, вы знаете, это по... Всего у нас в очереди стоит 337 112 человек. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 319 человек. Сироты, 47 613 человек. 11 категорий социально уязвимых слоев населения. Это 143 414 человек. Госслужащие и работники бюджетных организаций, военнослужащие. Это 143 610 человек. И граждане, единственное жилище которых признано во временем, 2165 человек. Ну, основные параметры вы по данному направлению знаете. Здесь строится жилье только четвертого класса комфортности. По Астане, Алматы стоимость квадратного метра 120 тысяч тенге. По остальным регионам 90 тысяч тенге. И по молодым семьям здесь тоже отдельная программа, вы знаете. О том, что молодая семья сразу, как только жилье вводится в эксплуатацию, имеет право жить в этом доме. И в течение 8 лет накапливает необходимую сумму для выкупа. Если данной суммы недостаточно, то они жилстро-сбербанки берут на 15 лет кредит под 4% годовых. Второе направление – это кредитное жилье. Это кредитное жилье, это строительство для всех категорий населения. Здесь на 15-й год у нас выделено 40,8 миллиардов тенге. Из них за счет средств республиканского бюджета 10,8 миллиардов тенге. И за счет средств национального фонда 30 миллиардов тенге. Мы планируем 240 тысяч квадратных метров жилья сдать. Все идет в соответствии с графиком. До конца года данные квадратные метры будут все сданы. Здесь мы строим жилье двух категорий. Это 3-4 класса. И третий вариант – это по линии АО «Байтерек». Мы неоднократно здесь с председателем правления АО «Байтерек» докладывали вам. Реализация данной программы идет в рамках программы «Наружил» по поручению главы государства о том, что должно строиться доступное жилье, арендное жилье с правом выкупа и без права выкупа. Реализация данной программы началась. АО «Фондом Байтерек» планируется направить для реализации данной программы 250 миллиардов тенге. Сюда включаются не только деньги национального фонда, деньги национального фонда – 115 миллиардов тенге. Они разделены на два года – это на 2015-2016 год. Кроме этого, «Фондом Байтерек» планируется разместить облигации и привлечь дополнительные средства для реализации данной программы. И кроме этого, в рамках реализации данной программы, естественно, чем быстрее будут вводиться в эксплуатацию эти квартиры, тем быстрее будет возвратный механизм работать, то есть та часть платежей, от аренды которой будет поступать, она будет вновь направляться на строительство данного жилья. Поэтому общая сумма, планируемая на эти годы – 250 миллиардов тенге. 1,4 миллиона квадратных метров до 2020 года фонд «Байтерек» планирует разместить. В 2015 году 400 тысяч квадратных метров они планируют закупить и построить. 208 тысяч квадратов уже введено в эксплуатацию. Оставшиеся объемы будут до конца года уже завершены. Отдельный вопрос. Я хотел бы сказать, что в рамках реализации всех данных программ с Национального фонда и с республиканского бюджета специально предусматривается развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Все необходимые средства для подведения необходимой инфраструктуры инженерных сетей предусмотрены. Все они будут реализованы. Отдельно я хотел бы остановиться. Много вопросов задают по долевому строительству. Я хотел сказать, что помните тот кризис 2007-2008 года, когда волной накрыло нашу отрасль и долевое строительство оказалось в кризисе. И вот здесь 64 300 дольщиков оказались вовлечены в это кризисное состояние. Главой государства было дано немедленное поручение выделить необходимые финансовые средства. Я хотел сказать, что 62 700 дольщиков уже проблемы решены. Они получили свои квартиры. Ну, чтобы было сопоставимо, какие цифры. Осталось у нас завершить 14 объектов. Это 1664 дольщика. То есть мы по фамилии, по имену всех дольщиков знаем, никого не потеряли. Мы на контроле особым этот вопрос держим. До конца 2015 года 9 объектов, это 1153 дольщика. По ним будет строительство завершено. И на 2016 год у нас останется 5 объектов. Это 511 дольщиков. Здесь проблемные объекты, особенно 3 объекта, чтобы знали наши жители. Это ЖК Атшабар Джамбылской области. Здесь уже дочернее предприятие АОКИК, это фонда Байтирек, уже заключило инвестиционное соглашение. Данное жилье будет до конца года построено. ЖК АК Жилкен, город Ахтов. Здесь ведется работа по обновлению госэкспертизы проекта. Уже инвестор найден. На него будут возложены обязательства по завершению данного строительства. И по объекту ЖК территория комфорта. Здесь тоже АКИМАТ города Астаны вплотную занимается. Здесь сами дольщики знают, разные варианты предлагают. Здесь тоже на контроле данный вопрос держится. Уважаемые друзья, это те короткие цифры, которые я хотел бы для вас представить. Я готов ответить на ваши вопросы. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, я теперь перейдем к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос. Харсанская правда. Добрый день, Женя Уранкаева. У меня такой будет вопрос. НПП выразило мнение, что необходимо сформировать группу экспертов, которые займутся выработкой механизмов по снижению долговой нагрузки через рестукруализацию кредитов. Покомментируйте, пожалуйста, насколько это необходимый механизм и нет ли других инструментов без создания нового института. Спасибо. Нет, НПП не говорит, что о создании какого-то института. НПП и часть строительной отрасли вышла с предложениями к нам о том, что отрасль готова строить доступное жилье четвертого класса, однако просит найти возможность пересмотреть кредитные обязательства, снизить налоговые нагрузки по определенным видам налогов и предоставить ряд других преференций для того, чтобы отрасль сама могла строить доступное жилье. Мы эти варианты рассматриваем. Дело в том, что никакого для этого спецоргана или что-то создавать не надо. Это решается в рамках существующих, действующих программ. Все предложения НПП и отрасли мы сейчас рассматриваем. И после обсуждения, если мы придем к единому мнению, и это не будет противоречить существующим законам, я думаю, мы с такими предложениями в правительство тоже будем выходить. Сейчас мы анализ регуляторного воздействия проводим. Как это будет воздействовать на отрасль? Вот эти все предложения. Благодарю вас. Килёс Рах, Бахкизель. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Продолжение следует... 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 Поэтому я считаю, что это одна из самых эффективных направлений, которые мы должны поддерживать и по которым мы должны двигаться. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...